Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok В Самарском онкологическом диспансере врачи провели уникальную операцию по удалению опухоли репродуктивной системы. Продлить жизнь и улучшить ее качество. В Самаре начала работу новая группа активного долголетия. Вилки, связки, рокировки, пад и цукцванг. В Самаре проходит соревнование по шахматам «Мемориал Льва Полугаевского». Пять фонтанов в год. Во время первого прямого эфира руководитель региона Вячеслав Федорищев рассказал, что в пятилетней программе развития будет раздел, посвященный созданию фонтанов. В Рио губернатор уверен, что ремонтируя дороги не стоит забывать про благоустройство. В прямом эфире в Рио губернатор ответил на вопрос о состоянии озера в парке «50-летие октября». Работы там начаты. В начале лета проводилась очистка, но этой меры недостаточно. Водоема необходима скважина. Работы планируют провести в следующем году. Главе региона задали вопрос о том, как обстоят работы в рамках подготовки к отопительному сезону. Он рассказал, что работа ведется. Есть сигналы по конкретным муниципальным образованиям. Иногда паспорта готовности объекта появляются достаточно формально. Рассказал глава региона и о мусорной реформе. По его мнению, будет справедливо, если жители будут платить за вывоз мусора не с квадратного метра жилья, а по количеству прописанных. Главе региона Вячеславу Федорищеву задали вопрос о том, как обстоят работы в рамках обновления общественного транспорта. Он ответил, что в этом направлении будет вести системная работа. В Самаре будут обновлять от 30 до 50 трамваев в год. Также руководитель области отметил, что в Самаре появится 152 новых автобуса. Планируется и капитальный ремонт вагонов метро. Глава региона Вячеслав Федорищев подписал закон об ограничениях продажи алкоголя, который начнет действовать с 1 сентября. Соответствующий документ опубликовали на сайте регионального правительства. С 22 часов до 10 утра ограничения на продажу алкоголя будут действовать в заведениях общественного питания, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях. В остальное время продажу спиртного разрешат в ресторанах и в других заведениях с лицензией. Также осуществлять розничную торговлю пивом и другими напитками станет возможно только в заведениях, соответствующих требованиям ГОСТа. Столица региона на пути к преображению. Напомню, губернатор Вячеслав Федорищев предложил внести изменения в главный финансовый документ области. Согласно поправкам, бюджет региона увеличится на 21 миллиард рублей. Значительную часть средств планируют направить на обновление общественного транспорта, ремонт дорог и тротуаров. Самарцы рассказали, какие улицы они хотели бы видеть отремонтированными в первую очередь. Постоянно езжу по пятой просеке. Там одни ямы. Хотелось бы, чтобы отремонтировали дороги на пятой просеке. Я думаю, что в любом месте города лишним не будет что-то отремонтировать и что-то привести в порядок. Конкретно по улице Мичурина, например. В центре, в районе Старой Самары очень много дорог требуют ремонта. Я тоже автомобилист, я все это прекрасно понимаю, как приходится машину беречь, объезжать ямы. У нас начали новую вокзальную ремонтировать. Она, конечно, в очень плохом состоянии, но я смотрю, вроде зашевелились. Так что улицы надо ремонтировать и тротуары. Основное мое пожелание, наверное, как жители этого района, отремонтировать улицу Скляренко. Это необходимо, потому что здесь очень плохое дорожное покрытие. Ну и центральные улицы поддерживают, Новосадово, Московское шоссе. И я думаю, что в других районах города нашего есть определенные проблемы и трудности. Поэтому нужно уделять внимание каждой дороге, потому что люди пользуются. Город большой, районы разные и потребности у людей разные. Хотя бы начать с нас, Скляренко, Лукачево. Госдума приняла в третьем окончательном чтении закон, вводящий прогрессивную шкалу НДФЛ. Документ вводит пятиступенчатую шкалу подоходного налога для граждан. Также увеличиваются налоги на прибыль для организаций. Сколько теперь россияне будут отдавать в бюджет из своих доходов, расскажем далее. В России со следующего года изменится система уплаты налогов. Чем выше доходы, тем больше придется отдать в казну государства. Это так называемая прогрессивная шкала НДФЛ. Госдума приняла соответствующий законопроект в окончательном чтении. Я напомню, что на сегодняшний день у нас двухступенчатая шкала. Для тех граждан, которые зарабатывают до 5 миллионов рублей в год, НДФЛ составляет 13%. Для тех, кто зарабатывает от 5 миллионов в год, НДФЛ составляет 15%. Со следующего года вводится пять ступеней от 13 до 22% и считаются они следующим образом. Те, кто зарабатывает до 2 миллионов 400 тысяч рублей, они будут платить те же самые 13%. Те, кто зарабатывает от 2 400 до 5 миллионов, для них вводится 15% ставка. От 5 до 20 миллионов вводится 18% ставка и выше ставка планируется в размере 22%. Иными словами, НДФЛ по ставке 15% будут платить граждане, чей доход в месяц превышает 200 тысяч рублей. А 22% заплатят те, кто зарабатывает в месяц от 4 миллионов 170 тысяч. Новая система не коснется выплат участников СВО, а также северных надбавок. Ничего не изменится и для самозанятых. Для них сохраняются действующие ставки налога на профессиональный доход. Итого, по расчетам Минфина, повышенные ставки затронут 3,2% работающих граждан страны или около 2 миллионов человек. При этом Министерство финансов предложило увеличить не только НДФЛ, связанный с зарплатой, но и налог с продажи недвижимости. Сейчас какую бы недвижимость, за какие бы деньги вы не продавали, вы всегда платите только 13%. То есть вот эта 15% шкала здесь не применяется. Со следующего года шкалы будет две. То есть если вы продаете недвижимость или транспортное средство стоимостью до 2 миллионов 400 тысяч, вы платите 13%. Если ваш объект имущества дороже 2,4%, то вы будете платить 15%. Серьезные изменения коснутся и бизнеса, особенно малого, поскольку реформируется упрощенная система налогообложения, так называемая упрощенка. На сегодняшний день у нас существуют довольно простые правила по упрощенке, поэтому этот налог так любим малым бизнесом, потому что мы можем выбрать один из двух вариантов. Мы можем выбрать либо 6% со всего оборота, либо 15% с разницей дохода минус расходы. И предел, лимит для так называемой упрощенки у нас составляет 200 миллионов для ставок, которые я обозначила, и 260 с копейками миллионов для повышенных ставок, это 8,20%. Со следующего года государство планирует увеличить вот этот порог для применения упрощенки, сделать его в размере 450 миллионов, что казалось бы хорошо, но при этом государство вводит НДС для всего практически малого бизнеса. Предприятия, которые будут зарабатывать более 60 миллионов рублей, станут платить НДС на выбор из двух вариантов. Либо платить так называемый классический НДС, это те самые 20%, и тогда они могут платить НДС и применять все вычеты также по НДС. Либо они могут выбрать НДС в размере 5%, это НДС до 250 миллионов рублей, либо 7% это НДС от 250 до 450 миллионов. Но тогда ни на какие вычеты они права не имеют. Ну то есть, по сути, для них вводится дополнительный налог в размере либо 5, либо 7%, ну так называемый, по сути, это налог с оборота. Если у тебя оборот больше 60 миллионов рублей, ты будешь платить НДС. Кроме того, происходит увеличение налога на прибыль. Уже несколько десятилетий этот налог составляет 20%, но со следующего года он вырастет до 25% для всех компаний и предприятий, которые находятся на общей системе налогообложения. Как отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин, дополнительные доходы от увеличения налогов пойдут на поддержку семей с детьми, участников СВО, пенсионеров, развития регионов и промышленности. Светлана Кудрявцева, Константин Головин, События. Один из крупнейших памятников культуры Самарской области получит новую жизнь. В Самаре состоялась презентация проекта по восстановлению усадьбы Орловых-Давыдовых. Реализация запланирована до 2037 года. Подробности расскажет Елизавета Прокопенкова. Об усадьбе Орловых-Давыдовых Инна Назарова узнала около трех лет назад, во время отдыха в Шигонах. Рассказывает, была очарована ее архитектурой. С юридической точки зрения меня заинтересовало восстановление этого объекта и с искусствоведческой точки зрения. Поэтому я много изучала, потом много копались в архивах. И поэтому, зная историю Орловых, я изучила историю Орловых-Давыдовых, много читала. Так что, как-то так пришла уже к этой идее восстановления. Усадьба Орловых-Давыдовых является памятником культурно-исторического наследия регионального значения. Проект предполагает создание туристическо-культурного комплекса и размещение частного пансиона. Конечно, была большая мечта воссоздать эту усадьбу, может быть, не в полном виде, но хотя бы в частичном, и музеифицировать ее. Но стоимость финансовая, стоимость этого проекта достаточно высока. И государство, конечно, не потянет это дело только за счет собственных ресурсов. Поэтому изначально была идея привлечения неких инвесторов, которые готовы были бы вложиться. Восстановить усадьбу планируют в три этапа. Первый запланирован на 2025-2029 годы. За это время построят глэмпинг, коттеджи для размещения туристов и восстановят дом садовника. Нам была описана идея по использованию этого известнейшего в нашем регионе и далеко за его пределами объекта. Отрадно, что сегодня, по сути, была представлена концепция, которая затрагивает две разных, но близких функции. Это образовательное и туристическое. Я уверен, что они будут дополнять друг друга. Создание культурно-исторического комплекса поможет сохранить не только усадьбу, но и предоставить работу жителям села Усолье. После завершения проекта появится более 350 новых рабочих мест. Елизавета Прокопенкова, Григорий Плешаков. События. Лето – сезон отпусков. Перед отъездом в путешествия нужно не только собрать чемодан, но и подготовить квартиру к вашему отсутствию. Что обязательно стоит сделать, чтобы тревожные мысли не испортили отдых, узнала Ксения Баканова. Лето – время отпусков и путешествий. Одни выбирают отдых на даче, другие отправляются в туристические поездки. Однако перед отъездом следует защитить свое жилье от непредвиденных ситуаций. Знать о том, что дома никого нет, должны только самые близкие люди. Не распространяйтесь о предстоящей поездке в социальных сетях. Ваши фотографии из аэропорта могут набрать не только кучу лайков, но и заинтересовать воров. Также убедитесь в надежности дверных замков и окон. А если вы постоянно в разъездах, лучше установите сигнализацию. Стандартную трехкомнатную квартиру в многоквартирном жилом доме можно оборудовать в кратчайшие сроки. После того, как вы произвели монтаж, заключается договор с неодостной охраной по территориальности, где вы находитесь. Современный комплекс сигнализации включает в себя датчики протечки воды, датчики утечки газа и пожарную сигнализацию. То есть ваше имущество будет защищено не только в случае, скажем так, проникновения от краж, а в том числе и каких-то бытовых аварий. Будет не лишним осмотреть состояние систем водоснабжения и отопления. Проверьте трубы, батареи и смесители. Если есть протечки, сразу вызовите мастера, который устранит проблему. Также лучше на время поездки перекрыть подачу воды и газа и отключить от сети все бытовые приборы. Из-за скачков напряжения техника может сгореть. А заядлым цветоводам следует подумать о комнатных растениях. Можно установить систему автоматического полива. Также позаботьтесь о домашних питомцах. Если с собакой на самом деле все намного проще, ее лучше отдать в зоогостиницу на передержку. Сейчас очень много подобных услуг. Единственное, что когда вы доверяете своего питомца, вам нужно проверить все-таки репутацию того заведения, куда вы отправляете свою собачку. То с кошками у нас получается все-таки посложнее. Кошка – зверь специфический. И если собака, она ориентирована на человека, она привязана к человеку, то кошка у нас привязана к своему помещению. Кошку специалисты советуют оставить на ее территории. Попросите близких иногда заглядывать в вашу квартиру, убирать за питомцем и кормить. Также никогда не оставляйте кошку без присмотра в комнате с открытыми окнами. Питомец может упасть с высоты. Проведите ревизию в холодильнике. Съешьте или выбросите все то, что может испортиться до вашего возвращения. Можно оставить яйца. В упаковке они хранятся до двух недель. Консервированные продукты и зелень. Если мы говорим про хлеб, хлебобулочные изделия, то здесь сохраняются они лучше, чем вне холодильника. Но, опять же, лучше не оставлять на две недели. А вот именно от молочной продукции, от мясной продукции мы можем получить острое пищевое отравление. От этого лучше избавиться. Дружить с соседями может быть не только приятно, но и полезно. Создайте видимость, что живете в квартире. Попросите забирать рассылки из вашего почтового ящика. Ксения Баканова, Николай Епифанов, Константин Головин. События. А теперь коротко о других событиях этого дня. Глава Самарской области Вячеслав Федорищев объявил, что для предпринимателей региона начнет работать единый институт развития. Данный институт станет местом, где бизнесмены смогут получать все мироподдержки, которые предусмотрены в областном инвестиционном законодательстве. Глава региона уточнил, что новую организацию откроют уже в сентябре. В Сызранском районе в результате ДТП погиб человек. Об этом сообщили в региональном главном управлении МВД. Примерно в 8 утра на автодороге Сызрань-Шигон и Воложский утес столкнулись два транспортных средства – КАМАЗ и ВАЗ-2115. Водитель легкового автомобиля скончался на месте происшествия. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства. Россиянам рассказали, на какие пособия необходимо собирать документы самостоятельно. Автоматически не начисляются следующие меры соцподдержки. Единое пособие на ребенка от рождения до 17 лет. Субсидии на оплату жилья. Государственная социальная помощь. По факту наступления события без подачи заявления предоставляют сертификат на материнский капитал. Единовременные пособия при рождении ребенка. Выплаты по больничным листам. Ежемесячные денежные выплаты ветеранам и гражданам с инвалидностью. Страховая пенсия по старости и другие выплаты тоже назначаются в таком формате. Для получения этих пособий нужно просто дать согласие на госуслугах. Подарили надежду стать матерью. В Самарском онкологическом диспансере врачи провели уникальную операцию по удалению опухоли репродуктивной системы. Подробности в нашем материале. Этой юной пациентке всего 19 лет. Девушка обратилась с жалобой на вздутие живота. Прошла обследование. Врачи заподозрили рак яичников. Единственный способ спасти жизнь – экстренно провести операцию. Специалисты отмечают – случай поистине уникальный. Впервые в стенах онкодиспансера хирург борется за жизнь пациентки, а репродуктолог производит забор яйцеклеток для криоконсервации. Этот метод позволяет заморозить и сохранить биологический материал. И все ради того, чтобы в будущем девушка смогла испытать радость материнства. Эмбриологи из яичниковой ткани будут выделять глубоко незрелые клетки, которые будут дозревать в течение 24-48 часов. И дозревшие клетки также будут заморожены на тот случай, если женщина потенциально столкнется с проблемой зачатия через несколько лет. После лечения у нее может снизиться резерв яичников, закончатся яйцеклетки. И если вдруг потребуется химиотерапия, то это может быть повреждающим фактором на ДНК клеток. А сохраненные предварительно клетки дадут здоровое потомство. Операция длится в несколько этапов. Сначала врачи удаляют один яичник, затем биологический материал отправляют в лабораторию на экстренную гистологию. Если диагноз рак подтверждается, то специалисты проведут более расширенное хирургическое вмешательство. У нас это первая операция на базе нашего диспансера, и, надеюсь, пациенты об этом узнают. И в дальнейшем при планировании хирургического лечения мы будем активно, скажем так, в сотрудничестве с репродуктологом применять данные технологии. По словам специалистов, среди злокачественных новообразований у женщин лидирует рак молочной железы. Что касается опухолей репродуктивной системы, то на первом месте рак матки, далее рак шейки матки и яичников. В группе риска находятся пациентки от 50 до 74 лет. В последнее время наблюдается тенденция поздних родов. Врачи предупреждают, надолго откладывать рождение ребенка не стоит, ведь с возрастом организм женщины слабеет, а риски появления опухолей растут. Елизавета Прокопенкова, Ксения Баканова, Валерий Майоров. События. По просьбам пожилых людей в Самарском комплексном центре соцобслуживания открылась новая группа активного долголетия по йоге. Сейчас занятия посещают 15 человек. О том, как проходят тренировки, узнала Елизавета Прокопенкова. Если в движении быть хотите, к нам на йогу приходите. Таков лозунг занятий по йоге в Самарском комплексном центре соцобслуживания. Об этом рассказала Надежда Сальникова, волонтер серебряного возраста и тренер группы активного долголетия. Надежда человек энергичный. С детства профессионально занималась легкой атлетикой, а сейчас помогает поддерживать физическую форму людям старшего возраста. Я очень люблю нести людям добро. И когда ушла на пенсию, я решила оздоравливать людей по своей методике. Им очень нравится. У них глазки горят, когда занимаются. Все упражнения стараются они повторить правильно. И мечтают о том, чтобы сесть на шпагат. Занятия по йоге в комплексном центре начали проводить по просьбе пожилых людей. Сейчас тренировки посещают 15 человек. Среди них Татьяна Гусарова, которая ходит на все занятия комплексного центра. Мне очень нравится. С нами занимаются по всем профилям. Сюда приходишь, во-первых, общение с народом. Все такие дружелюбные. Делимся какими-то своими проблемами, новостями. Группа активного долголетия действует в каждом районе города на базе комплексных центров. В рамках нацпроекта «Демография». Они создаются по инициативе пожилых людей и работают по разным направлениям. Здесь люди пожилого возраста занимаются различными активностями. Это и психологический, эмоциональный фон выравнивает. Это, соответственно, и активности по здоровому образу жизни. Это и различные какие-то творческие направления. Сейчас самой большой популярностью в летний период времени – это йога и скандинавская ходьба. Ежегодно в таких группах занимается более 6 тысяч людей старшего возраста. Елизавета Прокопенкова, Николай Сидоров. События. В Самаре стартовал открытый областной турнир по шахматам «Мемориал Льва Полугаевского». В соревнованиях принимают участие 26 спортсменов из пяти регионов. В течение девяти дней выявят сильнейшего в абсолютном зачете, а также в отдельных категориях среди ветеранов, юношей и девушек. Подробнее Андрей Горгуленко. Тишина, сосредоточенность игроков и напряжение в воздухе, которое можно буквально потрогать. В Самаре в шахматном клубе имени Льва Полугаевского стартовал «Мемориал», посвященный этому куйбышевскому шахматисту. Турнир традиционный, проходит уже более 11 лет и собирает самых разных любителей этой настольной игры – от новичков до профессионалов. В июле проводятся хорошие турниры. Набирают, наверное, сильнейшие составы Самарской области на этих турнирах. У многих я знаю, все-таки место ребят уже давно играем. Состав участников разнообразный – парни и девушки, совсем юные игроки и ветераны с колоссальным опытом. Как, например, 85-летний Валерий Дмитриев. Любовь к игре он привил и дочери, и внуку, а сам играет до сих пор, чтобы поддерживать ум в тонусе. Потому долгожительным являюсь, я чем-то еще занят, кроме работы. Я на пенсию ушел давно еще, в 90-е годы, но продолжал работать. У меня план только, я всегда играю на выигрыш, всегда. Всего в турнире принимают участие 26 спортсменов из пяти регионов. Турнир пройдет по швейцарской системе в 9 туров. После каждого будет проводиться жеребьевка между шахматистами с одинаковым балансом побед и поражений. Таким образом, чтобы выиграть, нужно будет постоянно играть с сильнейшими соперниками. Победители определяют как в абсолюте, так и в разных категориях. В этом вот замечательном зале, где так прохладно, удобно играть, специально расставлены столики, чтобы можно было сотворить какое-нибудь произведение искусства, можно сказать, в своей партии. Мемориал Полугаевского стал частью Большого шахматного месяца. Здесь же, в клубе, названном в его честь, накануне завершился Кубок президента шахматной федерации ПФО. А также до конца июля пройдут массовые сеансы одновременной игры в честь Международного дня шахмат, этап Кубка России среди детей и открытый турнир для всех желающих «Жигулевские просторы». Андрей Горгуленко, Григорий Плешаков. События. Далее вас ждет обзор телеграм-каналов городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они сегодня писали на своих информационных площадках. В компании «Экоструйресурс» рассказали подробности о новом порядке расчета оплаты за обращение с ТКО, сообщает телеграм-канал администрации железнодорожного района и приводит на своей страничке таблицу расчетов. В указанном примере – расчет для ИЖС на территории городских округов Самарской области. Переход на новую систему для этой категории произойдет с 1 сентября. Напомним, теперь жители региона будут оплачивать мусор из расчета не за квадратный метр, а по числу зарегистрированных в доме или квартире людей. В администрации Кировского района вновь прошел обучающий информационно-правовой семинар по вопросам управления многоквартирным домом в рамках проекта «Мой дом». Проект стартовал в 2021 году и сегодня является значимой площадкой для приобретения важных знаний, касающихся правовой грамотности председателей Советов МКД. Председателям Советов МКД, ТСЖ, ТСН, ЖСК рассказали о правилах благоустройства, об участии собственников в содержании прилегающих территорий. Участники семинара имели возможность задать интересующие вопросы и получить квалифицированные консультации специалистов Государственной жилищной инспекции, а также ответы представителей органов власти, депутатов и управляющих компаний. За полгода в Самарской области родилось более 11 тысяч младенцев, сообщает администрация Красноглинского района. Мальчиков среди новорожденных больше, чем девочек – 52% против 48%. Об этом сообщает управление ЗАГС региона. 39% – первенцы, 33% – вторые дети, 18% – третьи, 6,5% – четвертые, 3,5% – пятые и последующие. В 150 семьях появились двойни. Самыми популярными именами мальчиков остаются Артем, Александр, Михаил, Максим и Иван. Девочек – Ева, София, Виктория, Анна и Мария. Самые редкие мужские имена – Борислав, Добрыня, Лукьян, Спиридон и Яромир. Женские – Авдотья, Агапия, Весенняя, Златослава и Лада. А на этом наш выпуск подошел к концу. Продолжайте следить за новостями на официальном сайте Самары ГИС, в нашем телеграм-канале, на страничках, в Одноклассниках и ВКонтакте. Выпуски новостей смотрите на видеохостингах и в социальных сетях. Будьте здоровы, всего вам самого доброго и до встречи. Субтитры подогнал «Симон»!